Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube и сегодня мы в новом уже на данный момент окончательном пространстве. Это мой новый офис. Как я и обещала, все произошло достаточно быстро. Я невероятно рада снимать здесь наконец-то, потому что мне очень нравится это место. Я вижу огромное количество перспектив и идей, и у меня сразу рождается огромное количество опять же идей для съемок и возможностей в том числе есть. Здесь большое количество света, и сегодняшнее видео будет не исключением, потому что сегодняшнее видео очень обширное на тему, которая меня глубоко волнует, интересует. И я знаю, с вашей стороны были такие запросы. Это тема жакеты. Все, что вы хотели знать о жакетах. Как должен правильно выглядеть жакет, как его выбирать, что такое структурированный жакет, что такое не структурированный жакет. Я покажу вам свою коллекцию жакетов, расскажу самые любимые бренды с жакетами и покажу сочетания, несколько различных сочетаний с одним и тем же жакетом. То есть, как вообще жакеты стилизовать и с чем их носить. Поэтому сегодня будет очень масштабное видео, все о жакетах. И если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Перед тем, как мы с вами будем стартовать, я хочу напомнить о том, что у нас продолжается и уже заканчивается регистрация на несколько курсов нашей школы стайлист. Для того, чтобы зарегистрироваться на курс персональный стилист, на курс профессиональный блогер, на курс презентации стилиста апгрейд, переходите по ссылке под этим видео. Там будут даты старта и окончания курса, стоимость курса, кнопка регистрации, детальный план самого курса. Но спешите, потому что количество мест действительно ограничено. И на некоторые из курсов у нас, в принципе, осталось буквально пару мест. И давайте с вами будем стартовать с того, что я покажу вам, как выглядит моя коллекция жакетов. Расскажу о том, где я их покупала, с чем я их сочетаю, какие у меня любимые бренды и так далее и тому подобное. Так, ну что, давайте переходить к сегменту, которого, я думаю, что все ожидали. Это моя коллекция жакетов. И давайте параллельно я для начала расскажу о том, что такое структурированный жакет. Потому что я уже не раз на канале это объясняла, вообще упоминала понятие структурированности в отношении жакета. И многие спрашивали об этом, а я обычно только все как-то, знаете, так вилами по воде, на картиночках и так далее. Давайте на реальные вещи покажем. Покажем на вот этом жакете. Кстати, первым из коллекции, который я покажу. Это бренд World Job NYC. Это жакет, который сейчас находится на плечиках. Так вот, структурированность жакета заключается в том, что когда вы снимаете его с плечиков, он держится на месте. Естественно, немного оседает сам силуэт, просто потому что, ну, фактически вы не помещаете туда ничего, никакого предмета, ни тела, ни плечика. Но, как вы видите, угол плечей остается. И вот это и есть структурированный жакет, который держит форму, когда вы держите его за вот эту вот часть, где должна быть бирочка. Для чего, в принципе, это нужно? И почему я так часто это упоминаю? Потому что жакет структурированный – это то, что собирает наряд. Именно поэтому с жакетами можно носить и треники, и все, что угодно. И всегда это будет смотреться хорошо именно тогда, когда жакет структурированный. Потому что жакет собирает и придает определенную форму вашему наряду. И он не выглядит расхлябанным. Именно потому что есть такой элемент. Поэтому обязательно выбирайте структурированные жакеты. Не обязательно в люксовом ценовом сегменте. Они есть абсолютно везде. Просто проверяйте его вот таким образом. Следующий элемент, который очень важен в отношении жакета, он должен быть всегда, как и любой верхний слой, более плотным, чем нижний слой. Это значит, что, например, если у вас внутри под жакетом в рукаве, например, здесь рубашка, а ее текстура, ее текстура поверхности, какие-то пуговицы не должны чувствоваться и быть видны через рукав жакета, потому что он должен быть более плотным, и тогда силуэт вашего наряда будет правильным и выглядеть будет хорошо. Это, в принципе, касается абсолютно всех видов одежды, которые вы надеваете поверх, то есть, например, жакета, кардигана, рубашки и так далее и тому подобное. Все, что идет сверху, например, джемпер поверх рубашки, джемпер должен быть более плотным, универсальное правило. И последний элемент, который важен, это длина жакета. Мы всегда ее выбираем где-то, если мы говорим про вот такой оверсайз длинный жакет, середина бедра. Когда я говорю середина бедра, я имею в виду, на самом деле, середина ягодицы, просто это какое-то такое более устаканенное, модное понятие. Естественно, есть укороченные жакеты, которые в каких-то видовых комплектах собираются. В принципе, даже сейчас они модны, укороченные жакеты, это ок. Но если мы говорим про стандартный классический жакет, чтобы он смотрелся хорошо, чтобы совсем сочетался, нужно выбирать длину до середины бедра. Не ниже, чтобы он вас не съел, фактически ваш силуэт и неправильно поделил фигуру, но до середины бедра. И раз мы уже начали говорить с вами о моей коллекции, то давайте сразу затронем ее и начнем с данного бренда. Это бренд Wardrobe NYC, это бренд, изначально созданный главным редактором австралийского ВОК Кристиной Сентенери в коллаборации с нью-йоркским дизайнером. И фишка в том, что они создают капсулы. Капсула у них была уже одна, конкретно включающая вот этот жакет. И это была такая рабочая капсула, в которой был идеальный, действительно, я отвечаю за свои слова, черный жакет, идеальное черное пальто, идеальная белая рубашка и так далее. И фишка в том, что внутри этой капсулы, и можно было выбрать 8 или 10 вещей, все вещи друг с другом сочетаются. Универсальное правило капсулы. И вы всю капсулу вместе и покупаете. И у меня есть вот эта вот капсула такая рабочая, в которой действительно все элементы продуманы, классно скроены, очень хороший состав, очень хорошая посадка, выточки, все на месте. И у них сейчас есть уже такая спортивная капсула, не совсем моя тема, поэтому спортивную капсулу я пропустила. Но если вы ищете идеальный черный жакет, идеальное черное пальто, идеальную рубашку, вот заходите на сайт WhatJob.nvc, я очень-очень рекомендую. Поэтому вот такой жакет у меня есть. Я черный долго искала, на удивление, потому что все у меня уже были, а вот черный все был не тот. И везде, где были, где-то были какие-то лацканы, какие-то зелтые пуговицы. Всегда было мимо. Здесь все у меня абсолютно сложилось, мне он безумно нравится, со всем его сочетаю. И именно, кстати, чуть позже на его примере, в конце видео покажу вам, с чем можно сочетать и как можно варьировать жакет в вашем гардеробе. Это первый наш экспонат, и как видите, их много, я еще не все свои жакеты привезла, просто потому что, ну зачем, у меня есть много таких, немного отличающихся и похожих. Поэтому я решила показать какие-то интересные экземпляры, чтобы, более того, объяснить, как по-разному жакеты могут выглядеть, и при этом все равно они вместе. Кстати, помните, я вам говорила когда-то, что есть вот структурированный жакет, он вот такой, а есть неструктурированный, и классика неструктурированности, это Zara. И вот Zara, то, что называется жакетом, чаще всего таковым не является, потому что вы поднимаете эту вещь, и она как тряпочка висит. И вот сквозь данную вещь всегда будут видны рубашки, малейшие заломы на одежде внутри, все-все-все. Их до сих пор продают, потому что их покупают люди, потому что они чаще смотрят не на форму и содержание, а просто на надпись «жакет», и носят его реально как жакет, когда по факту это какая-то тряпочка или, в лучшем случае, кардиган. Так вот, есть в Zara и хорошие вещи, опять же, я женихаю просто сегмент масс-маркет, потому что любой ценовой сегмент, он ок, когда вы смотрите на суть вещи. И в данном случае у нас есть вот такой жакет, еще один экспонат из моей коллекции жакетов, это вот такой розовый укороченный твидовый жакет, там был целый комплект из сарафана, еще и шорты были, и я думаю, что вы у меня в инстаграме 100% видели эти вещи. Данный жакет прекрасен тем, что его можно носить как весной, так и летом, так и теплой осенью, он прекрасно сочетается, и вы никогда не ошибетесь, если будете носить твид с денимом любого формата, любого цвета, твид с шелком прекрасно сочетается, то есть текстурированный, нетекстурированный материал, и вы получаете идеальное сочетание. Жакет хороший, оттенок розового очень приятный, мне нравится, что здесь есть такие искусственные манжеты, обманочки, и на самом деле здесь на пуговицах есть стразы, которые меня впервые за долгое время не смущают, потому что вы знаете, что я небольшая любительница страз. И этот жакет, кстати, тоже держит форму, что интересно, так что обратите внимание. И в принципе, в Zara достаточно часто появляются вот такие вот комплекты из твидок, на которые можно обратить внимание, которые качественно достаточно, особенно для масс-маркета, выполнены. Следующий элемент, и у нас, кстати, опять Zara, так получилось, еще один твидовый жакет, такая шотландская клетка, немного, даже не немного, а сильно оверсайз силуэт. Этот жакет был куплен недавно, я его еще не носила, видите, здесь бирочка. Более того, когда я его примеряла, был размер S или XS, те, которые я обычно беру в жакетах достаточно часто, но мне не понравилось, что там как раз был очень приталенный силуэт, если бы я взяла его в своем размере. А моя идея была в том, чтобы как раз вот этот жакет, потому что здесь не очень структурированные окончания, он очень похож на один из силуэтов Бальмау, и такой, знаете, как есть кардиган-водопад, так здесь жакет-водопад. Поэтому мне нужно было, чтобы он хотя бы был оверсайз, чтобы какая-то геометрическая форма в районе плеч появлялась, я его взяла в размере XL, если не верите, можете потом увеличить видео, посмотреть на бирочку. И как раз в размере XL он смотрится просто идеально, мне очень нравится в таком конкретном оверсайзе, широкие плечи. И как раз когда у вас есть такой оверсайз, можно позволить себе все остальное носить более приталенное, и это будет очень интересная гармония. Твит, как я уже говорила, хороший, в Zara обращайте на него внимание, вот это очень в стиле Бальма, предыдущий очень в стиле Шанель, поэтому если вам интересна данная какая-то стилистическая сфера, и нравятся вот такие силуэты, но не хочется, естественно, тратить деньги на костюмы от люксового сегмента брендов, обращайте внимание, потому что в Zara время от времени появляются такие интересные элементы. Следующий у нас жакет от бренда By Malenberger, он продается на Nata Porte, и там я его покупала. Вот эта коллекция была создана совместно с девушкой из Скандинавии, это блогер Перниль Тейсбек, я очень советую на нее подписаться, она классная, стильная, интересная, очень необычная. Она даже книгу о скандинавском стиле написала, которая сейчас в моде. И вот такой жакет, он у нас в клетку, есть молочный оттенок, есть коричневый пигмент, очень приятный на контрасте со светло-серым и темно-крафитовым серым. В составе есть шерсть, он теплый, я его еще не носила, просто потому что покупала в начале лета, как раз для того, чтобы носить осенью, поэтому повода еще просто не было. Очень хорошие плечики, структурированные, все пункты, он знаете, как тексты бокс, то есть все вот пункты, которые нужно вычеркнуть, он вычеркивает. Мне очень понравилось, что здесь такая приглушенная на все же клетка, и за счет пигмента и контраста, и появления здесь какого-то пигмента, кроме там серого или черного, здесь есть коричневый, он добавляет какого-то интересного изюма в наряд, даже самый базовый. И тут уже ничего не нужно придумывать. И клетка, как мы знаем, это очень универсальный принт, его можно абсолютно со всем сочетать, и он абсолютно для любого характера, любого настроения может подойти, его можно туда вписать. Поэтому данный жакет буду носить и с джинсами, и с брюками, и с юбками, абсолютно со всем, и расцветка тоже это позволяет. Дальше у нас есть вот такой жакет-куртка-накидка от бренда Katimo Clothes, я об этом бренде уже не раз на канале рассказывала, это украинский бренд, который основала девушка Катя, я ее безумно люблю, бренд очень классный, у меня огромное количество вещей, которые я себе приобретаю в этом бренде. И, конечно же, когда есть что-то качественное, я всегда стараюсь поддерживать украинского производителя, потому что у нас есть очень талантливые люди. Так вот, это сумасшедший голубой леопардовый принт с декоративными деталями и карманами. Это немного утепленная такая куртка-жакет, которая очень оверсайз, и чуть ниже даже середины бедра, ее можно носить с чем-то супербазовым, потому что принт достаточно сумасшедший, больше ничего не нужно. Можно еще с каким-то принтом сочетать, контрастным, например, с клеткой какой-нибудь, чтобы что-то абстрактное и что-то очень структурированное было. Мне безумно нравится силуэт этой вещи, мне безумно нравится ее вес на теле, она действительно греет, при этом в данную погоду у нас сейчас за окном солнце, где-то плюс 14-15, можно ее просто накинуть на плечи, надеть с футболкой и джинсами. В более прохладную погоду можно с юбкой какой-то сочетать и сверху верхней одеждой. Поэтому очень и очень, да, качество вещей у бренда Катиму Клокс замечательное, очень и очень рекомендую. Это действительно такой гибрид жакета и куртки. Следующий элемент в моей коллекции, это вот такой комплект. Я в последнее время начала как-то фокусироваться на комплектах, потому что мне безумно нравится их функциональность, их можно носить вместе, можно носить элементы этого комплекта отдельно, друг от друга, сочетать с чем-то другим. И в данном случае это комплект из юбки и жакета. Вы уже видели этот комплект на мне в видео про текстиль. Это комплект от бренда The Code by Катя Сильченко. Тоже очень хороший украинский бренд. Там есть очень много женственных силуэтов, очень хороший состав, очень хороший крой. Очень рекомендую. И комплект это как раз тоже одна из их фишек. И в данном случае комплект получился яркий, но сам цвет, этот оранжевый, не знаю показывает ли камера или нет, он приглушенный слегка. Поэтому как раз для осени, даже для зимы, для весны, для начала весны он будет просто идеальным. В составе шерсть, поэтому комплект действительно теплый. Его можно сочетать и с футболками, и с майками, и видео про текстиль. Я вообще его надевала с серым таким гольфом, для того, чтобы немного нейтрализовать этот активный оранжевый цвет. Поэтому очень и очень да. И отдельно этот жакет прекрасно будет сочетаться и с джинсами, и с брюками, и с юбками, со всем чем угодно. Поэтому очень рекомендую. Жакеты у данного бренда структурированы, все как надо, полностью по моим параметрам, которые у меня достаточно высокие к жакетам. Поэтому действительно, действительно классная вещь. И я должна сразу сказать, что жакеты, почему у меня их так много, и почему я на них фокусируюсь. Потому что я уже рассказывала вам про такое понятие, как униформа. Так вот, униформа это формула вашего наряда, который для вашего образа жизни, для вашего стиля, характера подходит. Моя униформа это любой жакет, правильный по моим требованиям. Любой топ или футболка. Джинсы или что-то облегающее слегка в бедрах и прямое. Это могут быть брюки и низкий ход достаточно часто или небольшой каблук. А дальше жакет уже может быть абсолютно любой. И это та униформа, которая мне подходит для всех случаев жизни. Я иду на мероприятия, я иду на встречу, я провожу собеседование, я сижу на работу, я иду на прогулку, на встречу, куда угодно. Поэтому для меня жакеты это основной фокус в моем гардеробе. И вот это тот элемент, который для меня подходит, поэтому в него я инвестирую и его коллекционирую. И очень важно определить для себя, что чаще всего в вашем гардеробе будет повторяться, чтобы в дальнейшем на этом фокусироваться. Я считаю, что это очень правильный рациональный подход. Поэтому жакеты для меня это как раз такой элемент. Следующий у меня опять же комплект. Это вот такой комплект от бренда Sandro. Они тоже очень хороши, как для жакетов. В данном случае это приглушенная морская волна. Опять же клетка, и вы видите, я очень люблю клетку в различных вариациях. И она еще и безумно популярна сейчас, хотя из мода она по факту никогда не выходила. В данном случае это приглушенная фуксия, приглушенная морская волна, приглушенные синие на таком молочном фоне. Комплект с юбкой мини. И данный комплект мне очень нравится тем, что опять же можно его отдельно носить, можно их вместе сочетать. Жакет структурированный, очень плотный, очень теплый. Большое количество шерсти в составе, он такой тяжелый, знаете, правильный. Ты его надеваешь и чувствуешь, что все, он тебя сейчас укутает, согреет в любую погоду. Поэтому его можно и зимой, и осенью, и весной носить. И это как раз по цвету, то количество цвета, которое очень адекватно для любого сезона. Оно и весной будет актуально, и такое количество цвета, и осенью, и зимой будет актуально. Потому что я знаю, что в любом случае, по опыту со своими клиентами, со знакомыми, что все равно, так или иначе, осенью и зимой хочется немного вот закутаться в более глубокие оттенки. Не хочется ходить как попугай, хочется чего-то такого более спокойного. Поэтому вот это оптимальный вариант компромисса между цветом и отсутствием цвета в данной сезоне. Следующий у нас жакет. Это жакет от бренда Филипп О'Кей. Этот жакет светло-серый в такую рябую мини-клеточку или даже текстуру я приобрела в Стокгольме, когда была в поездке с брендом H&M. Этот жакет достаточно легкий, и сам по себе он настолько легенький, что его можно носить и даже летом в более прохладный вечер, просто накинуть на плечи. Идеально сочетается с юбками и с джинсами, со всем чем угодно. Такого светлого-серого у меня в гардеробе не было. Длина правильная, структура правильная, поэтому я решила его добавить себе в гардероб и безумно рада, потому что это та вещь, которая вне времени. Вот классная, хорошая, которая прослужит, со всем сочетается и в любом случае спасет. Вот вы идете, например, куда-нибудь в заведение, берете его с собой, накидываете на плечи поверх вашего шелкового какого-то платья с низким ходом, какими-то мюлями, и все, наряд уже более завершенный, интересный и собранный. Поэтому да, да, еще раз да. И мы сейчас с вами еще затронем, естественно, тему составов, на какие стоит обращать внимание, на какие не обращать внимания, или что стоит пропускать, что должно вас насторожить, когда вы смотрите на состав вещей, в данном случае жакета. Следующий у нас это вот такой комплект, опять же, я думаю, что те, кто уже давно на моем канале видели шоппинг-блог из Манго, в котором я приобретала данный комплект. Это переработанная шерсть, прекрасная линия коммитет в бренде Манго, которые занимаются созданием новых вещей из переработанных материалов. Очень такая коншность в подход, который H&M тоже вплетает, и все масс-маркет-бренды понемногу пытаются вплести в свои коллекции, как часть немного хайпа, естественно, ну и как сознательный подход к произведению вещей из переработанных материалов. Так вот, в данном случае у нас есть правильные посадки брюки, серые, вы уже видели этот комплект на мне, и структурированный темно-серый графитовый жакет, правильный, из плотной шерсти, очень теплый. Я носила его зимой и была невероятно благодарна тому, что я приобрела этот комплект, потому что он спасает абсолютно на все случаи, его можно надеть на мероприятия с каблуками, на каждый день с кроссовками, и так и так, смотрится очень хорошо. И отдельно сам по себе жакет идеально сочетается абсолютно со всем, потому что серый это такой чуть более мягкий черный. Если для вас черный слишком, слишком контрастен с какими-то, не знаю, в комплекте с какими-то светлыми вещами, с молочными, цветными, возьмите серый, он просто будет чуть мягче по переходу цветовому. Не волнуйтесь, мы движемся в направлении конца моей коллекции, точнее части моей коллекции. Дальше у нас вот такой жакет от бренда Acne Studios, это бренд, который я нежно люблю, и это бренд, в котором эталонные жакеты. Хотя вы можете, конечно, посмотреть и сказать, что это за жесть. Салатовый какой-то, огромный, с оранжевыми пуговицами, но на самом деле фишка Acne Studios именно в том, что они на вид вещи создают какие-то иногда странные, а по факту, когда ты надеваешь, понимаешь, как все правильно и круто сделано. И вот данный жакет, за счет того, что он настолько в ресайз, его можно надеть какой-то легкой шелковой юбкой и майкой, и каблуками, и контраст с женственностью и маскулинностью будет очень хорошо вам на руку работать. И именно так я данный жакет уже носила, и кто подписан на меня в Инстаграме, 100% видели этот образ. Естественно, с джинсами и брюками никто не отменял жакеты. Оттенок, естественно, чуть более весенний, летний. Зимой не уверена, что я захочу носить салатовый, но он будет меня ждать до весны-лета, а до нее всего лишь каких-то 7 месяцев. И дальше у нас жакет есть от бренда 12 Stories. Кстати, 12 Stories это тот бренд, в котором тоже можно найти жакеты, но там не всегда бывают удачные. Я была в Москве на свой мастер-классе с Дашей Трофимовой, и мы заходили в 12 Stories для того, чтобы взять вещи для мастер-класса, для демонстрации. И вот там я находила некоторые жакеты, которые я на сайте присматривала, и на фотографиях они выглядели хорошо. И по факту там были, например, вместо пуговиц кнопки. А внутренность кнопки, когда жакет раскрыт, а вы чаще всего его не застегнутым носите, не очень аккуратно смотрится. Намного лучше смотрится пуговица или вообще отсутствие любых каких-то элементов для застежки, что часто делает Дакоутэскей. Поэтому обратите внимание и, опять же, смотрите на суть вещи, а не на какую-то общую картиночку. Но в данном случае этот жакет меня покорил, я его заказывала, и мне прибыло именно то, что я хотела. Это очень теплый жакет из шерсти с затяжками на талии, длиной очень правильной. Я его покупала прошлой зимой, и он идеально сочетается и с джинсами, и с брюками. Абсолютно совсем очень теплый. Его можно на эту молнию застегнуть, носить просто как топ. Можно расстегнуть и носить с гольфом, с футболками, рубашками, со всем чем угодно. Он и как кардиган даже замечательно смотрится. И ткань такая меланжево-полосочная, коричнево-молочная. И осталось последних пару жакетов. У нас есть комплект вот такой от бренда Утеркуэ из юбки и жакетов стиля Нью Лук. Такой классический стиль Кристиан Диор. В данном случае это силуэт песочной часы, приглушенный такой терракотово-горчично-коричневый цвет, который на самом деле замечательно сочетается и с зелеными, и с серыми, со всеми базовыми цветами. И очень хорошо смотрится самостоятельно. И в комплекте с юбкой, которая здесь идет, тоже смотрится очень хорошо. Отдельно его можно носить опять же с джинсами, с брюками, с юбками, с денимом, жакетом. Вообще просто это, считай, не созданное, наверное, вселенной. В общем, очень нравится комплект. Утеркуэ это бренд того же сегмента и той же корпорации, что Индитекс, которая есть из Аара, в которой есть, как он называется, господи, Страдивариус и так далее подобные. Но ценовой сегмент выше, и качество здесь намного лучше у данного бренда. И последний у нас комплект на сегодня это жакет и брюки от бренда Dakota Skate. Опять же, в данном случае такой пудрово-розовый, очень приятный к телу. Цвет, который будет актуален и весной, и зимой, и летом, в любой сезон. Очень хорошо смотрится. Самостоятельно жакет тоже структурированный, длина правильная, плотность правильная. Шерсть, он теплый, и прекрасно он сочетается и с джинсами, и с юбками, и со всем чем угодно. С кожей шерсть очень хорошо смотрится. Поэтому да, да, еще раз да, это тот бренд, на который тоже стоит обратить свой взор, если вы ищете среди украинских брендов классные жакеты. Вот Dakota Skate, бренд Katimo Clothes, и еще парочка, это те, на которые действительно стоит обратить внимание. Для России то, что я знаю 100% это 12 Stories. Теперь давайте поговорим о тех брендах, которые я считаю самые классные для жакетов. Самые классные для жакетов на данный момент из люксового и среднего ценового сегмента это Acne Studios. Это однозначно Isabel Marant. Это Balmain, если вам нравится вот эта вот стилистика, дорого-богато. Это безусловно Yves Saint Laurent, или Saint Laurent, как мы называем. И, конечно же, это CELINE. Тот бренд CELINE, который был при адирективе Phoebe File Law с оверсайз правильными, маскулинными слегка силуэтами, потому что на нынешней CELINE немного не вписывается уже в эти рамки. Из среднего ценового сегмента могу выделить Sandro, могу выделить, на самом деле, Бомейлен Биркер, могу выделить Филиппа Кей и MASH. Это те бренды, на которые стоит обратить внимание в таком ценовом сегменте. Тут еще у Теркуэ немного затесывается, где есть хорошие структурированные жакеты, правильной длины, правильной формы, посадки и так далее. И из масс-маркета всегда нужно обращать внимание на премиум линии масс-маркета самого же. То есть премиум линия Mango всегда будет иметь более интересные силуэты. Премиум или кончис сознательная линия Zara будет иметь интересные силуэты. Поэтому вот на эти аспекты обращайте внимание, на эти бренды, когда вы выбираете жакеты. Теперь про состав. Нет ничего плохого в том, что, например, в составе есть вискоза. Вискоза это как бы не натуральное, условно натуральное волокно, созданное не искусственно, искусственно доставленное для вещи. И тем не менее это ок. Не ок чаще всего, я уже рассказывала в видео про текстиль, это акрил. Если вы видите огромное количество акрила в составе, то вы можете в дальнейшем столкнуться с трудностями ухода за вещью, с тем, что она быстро привезет в негодность и так далее и тому подобное. Поэтому в основном старайтесь избегать акрила. Что хорошо на осень-зиму в составах, это шерсть хотя бы 30%. А это кашемир, это просто идеально. Но вы должны понимать, что кашемир это всегда премиум сегмент и действительно дорогая вещь, дорогой состав. Потому что из-за способа сбора вот этих вот у кашемировых коз шерсти, это не может быть дешевым материалом сам по себе кашемир. Если он качественный, классный, как, например, в бренде Лоропьяно. Это шерсть, это кашемир, это хлопок. Вот эти вот основные материалы, на них стоит обращать внимание, когда вы смотрите на состав жакета. Чтобы он вам долго служил, чтобы он хорошо сидел, чтобы он был адекватен в уходе и чтобы он действительно вас грел осенью и зимой. А теперь давайте перейдем к сегменту, в котором я покажу, как сочетать жакеты, с чем его можно носить. Так, ну что, первый вариант, кстати, вот Костя на фоне, первый вариант сочетания черного жакета. Это черный жакет с абсолютно неожиданным почему-то для многих, для весны или осени вариантом. Это белые или молочные джинсы, я советую светлые какие-то молочные, не совсем белые-белые. В сочетании с вот такой еще более молочной сумкой. С черной футболкой, которая, например, в данном случае будет сливаться с жакетом. А дальше я специально надела, как, знаете, городская сумасшедшая, два вида обуви, чтобы показать, как работает каждый из них. В данном случае у нас есть либо такой молочный еще в другом оттенке, который немного будет сливаться с джинсами, либо черная точка в виде классических лодочек, которая будет проложать цвет самого жакета. В данном случае, как вы видите, жакет сидит прекрасно, четко по плечам, даже легкий оверсайз. Сливается с футболкой, смотрится идеально, длина середины бедра, вот вам вид сбоку. Можете написать в комментариях, какой из вариантов стилизации вам нравится, с какой обувью больше. Давайте поставим сумку. Вот так это все смотрится. И, кстати, вот это вот очень классная, интересная посадка, чуть-чуть заниженная посадка с опущенной немного модней молочных этих джинсов. Вот такой первый вариант того, как можно носить жакет. Вот так выглядит следующий вариант того, как можно носить жакет с джинсовой юбкой. Мы оставили верх неизменным. Сумка вот, пожалуйста, джинсовая юбка сбоку, это юбка мини, сапоги, трубы, сапога, черная футболка, черный жакет. И как раз сочетание огромного жакета и денима, во-первых, прекрасно, во-вторых, с юбкой мини, он смотрится замечательно. Юбка немного выглядывает из-под жакета, среди себя ничего-то такого очень кажульного и более бизнес-направленного замечательно работает. Также это все прекрасно работает как раз сапогами и трубами. И, в принципе, когда вы носите юбку мини, лучше ее чем-то уравновешивать, потому что слишком большое количество открытой ноги иногда может потенциально смотреться вульгарно. И, естественно, на более прохладную погоду просто надеваем колготки, черные, полупрозрачные колготки, смотреться будет практически так же замечательно, если не лучше. Вот так это все выглядит в сочетании. И вот так чуть дальше. Огромный жакет в том же цвете, что и сапоги, но сапоги, на самом деле, могут быть и другого цвета, это не обязательно, я просто показываю вам какие-то базовые, понятные варианты. И специально не меняю вверх, чтобы можно было понять, как даже просто со сменой низа абсолютно меняется наряд. А вот еще один наряд, я подойду поближе, чтобы вы могли все рассмотреть. Здесь черная футболка, черный жакет. Кстати, юбка тоже wardrobe NYC, асимметричная. И сапоги и трубы, которые заходят в юбку на тоненьком каблуке. И для контраста молочная сумка структурированная. Давайте я сумку, как обычно, уже поставлю. Покажу вам чуть более детально. Как раз вот такое количество различных структур. Вот тут, чем на черном наряде, смотрится очень хорошо и интересно. Захотели, сняли. Захотели, поменяли футболку на белую футболку. Захотели, поменяли обувь на лодочки, на лоферы, на кроссовки, на плотной платформе. Для того, чтобы добавить немного роста, потому что иначе юбка просто съест вас и пропорции тела изменятся. Но в общем и целом, мне очень нравится то, что в этом наряде есть такой плавный переход от самого объемного к самому узкому. Вплоть до острого носка, сапог. Кстати, наряд просто идеален для прохладной погоды, потому что футболку можно заменить на черный или любого другого цвета или принта джемпер. И все закрыто, полная защита абсолютно от ветра. Надели еще сверху какое-то шерстяное пальто и пошли. Безусловно, как яркий и интересный элемент. Можно добавлять сумку интересную, можно менять цвет топа. Вариативность здесь просто поражает. При том, что это тотал черный лук. И мне очень и очень нравится такое сочетание. Еще один вариант с черным жакетом. Деним. Только уже не юбка, а джинсы. Джинсы из темно-синего денима. Плотные на бедрах, более свободные и прямые. К низу длина 7,8. Видна щиколотка. Можно сочетать с кроссовками, с каблуками. Опять же, для контраста. Вот сумка, чтобы вы видели, как это может выглядеть. Можно брать сумку абсолютно с любым принтом. Вот так выглядят джинсы. Футболка заправляется. Футболка может превратиться в гольф, в рубашку. Может быть, другой цвет. Чуть более оверсайз или наоборот майка приталенная. Но вот вам, пожалуйста. И вот что делает идеальная длина жакета. Все собирает вместе. Представьте, этот же наряд без жакета. И смотрится уже не настолько интересно. Еще один вариант. Подобный вы у меня видели в инстаграме. Только там были кроссовки. Здесь я как раз забыла просто взять с собой кроссовки. Поэтому и ботильоны идеально вписались. Это вот такой вариант с трениками. Да, жакет прекрасно собирает треники. И они идеально вписываются в наряд, если есть в комбинации. Жакет и с кроссовками. Там были на фотографии черные кроссовки. Смотрится идеально. И на самом деле даже с ботильонами смотрится интересно. Потому что ботильоны молочные. Они продолжают цветовую палитру треников. Так что спорт шик. Вот вам, пожалуйста, в полной мере. Конечно же, наряд не на каждого. Однозначно на любителя. Особенно ввиду логомании. Особенно ввиду объема. Низа. Но в общем и целом, вот вам такая идея. Ну что, и последний вариант. Это сочетание жакета с кожей. Или кожаными брюками в данном случае. Это кожаные брюки слегка расклешенные. Можно носить прямые. Желательно как раз... Ну вот в принципе, конечно, при оверсайзе можно носить и кожаные леггинсы. Но интереснее, более профессионально, круто смотрятся как раз брюки. Брючная форма. Опять же, неизменная сумка для того, чтобы показать контраст. Как это все вместе выглядит. Опять тотал черный лук. Опять же, достаточно универсальное цветовое сочетание. Дальше вы для себя выбираете. Все можно поменять. Цвет брюк можно поменять. Цвет юбки можно поменять. Цвет футболки немного разбавить белым, молочным. Футболка может быть с надписью, с принтом. Все как вам нравится. Ну вот вам, пожалуйста, самые понятные легкие формулы, любимые мною с жакетом. Естественно, осталось еще жакет с платьем надевать, с трикотажным, с летящим шифоном. Но это все, я думаю, что вы уже не один раз видели. Пишите в комментариях под видео, какой из наряда вам больше всего нравится. Какой более в вашем стиле. Какой вам больше всего интересен. Может быть, что-нибудь новое для себя открыли. Ну что, на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. А если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Если вы впервые на этом канале, вам понравилось то, что вы видели, подписывайтесь на канал, на кнопки подписаться. У меня огромное количество на канале видео о стилизации различных вещей, о трендах. Если вам такое интересно, обязательно загляните, просмотрите. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.